Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях Республики. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Праздничный марафон в Доме правительства прошло заседание Юркомитета по празднованию Дня Республики. Алгоритм действий. В столичных школах проходят уроки по оказанию первой помощи. Огнеборцы по призыванию. Исполнилось 90 лет сельскому пожарному посту в Урмарском районе. Праздничный марафон, посвященный юбилею Чуваши, охватят все муниципалитеты и многие регионы страны. Программу торжеств представили сегодня на заседании Организационного комитета по подготовке к столетию республики. В следующем году ожидается открытие новых социальных объектов. В планах членов правительства провести масштабные фестивали и выставки. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В канун юбилейной даты предстоит немало работ, отметил Михаил Игнатьев. До конца года на строительство социальных объектов из федерального бюджета планируют выделить порядка 7 миллиардов рублей. Глава региона поручил не затягивать процедуры подготовки проектной документации. Это 56 объектов культурного наследия и зданий культурных досугов учреждений. Это на общую сумму около 450 миллионов рублей. Кроме того, строительство объектов вообще образовательной среды, здравоохранения, физической культуры и спорта. Культурный марафон, посвященный юбилею, стартует уже в конце этого года. В программе праздника фестивали гармонистов, хоров, воздушных шаров, национальных костюмов. В Третьяковской галерее Москвы запланирована и передвижная выставка фондов музеев республики. В Чебоксарах должна появиться аллея выдающихся земляков. 37 мероприятий в масштабе всероссийские, это мероприятия только, и международные мероприятия будут проходить в республике в 2020 году. Праздничные мероприятия должны проводиться во всех районах и городах республики, не ограничиваясь только город Чебоксары. Также рекомендуется объявление конкурса на лучшие праздничные оформления центров муниципальных образований. Уже в октябре наметили старт Дней Республики в других субъектах. Первыми делегацию Чувашии примут в Крыму и Севастополе, а затем в Самаре, Башкортостане, Москве и Белоруссии. Мы празднуем свою юбилейную дату на федеральном уровне. Это ключевое слово. На это есть решение президента, в соответствии с этим есть распоряжение правительства и ряд других соответствующих наших решений. Об истории республики снимают фильмы. На следующий год намечены премьеры семи картин. Также в 2020 году мы планировали сделать выпуск программы «След в истории». Эта программа будет полностью посвящена тем нашим основным знакомым событиям, которые происходили в Чувашии. В разработке логотип юбилея. В основе символа руническое солнце. Этот знак планируют печатать и на упаковках продукции, производимой в республике. Столетие региона должно положить начало новому бренду. Сделано в Чувашии. Дмитрий Ковалев и Павел Иридков. Республика. В Цивильской школе номер один прошел заключительный отбор школьников на Чув Гугол. Именно в таком произношении. Это специальный проект Чувашского госуниверситета имени Ульянова на предстоящие осенние каникулы. Чув Гу – сокращенное название университета. А Гугол – это математический термин, назначающий единицу со ста нулями. Проект Чув Гугол станет одним из первых в стране в рамках программы «Кампус молодежных инноваций» и национального проекта образования и нацпрограммы «Цифровая экономика». Победители отборочной олимпиады, которая состоит из заданий по физике, математике и информатике, в осенние каникулы соберутся на базе загородного лагеря «Солнышко» на профильную смену. Их ждут мастер-классы по программированию, 3D-моделированию и другим направлениям. Насыщенная научная и культурная программы. Детями будут заниматься наши преподаватели, будут заниматься ведущие главные специалисты предприятия, а также приглашенные федеральные эксперты, например, заведующие кафедрой Московского государственного университета имени Ломоносова, известный писатель-фантаст из Петербурга. В рамках нашей профильной смены мы запланировали посещение предприятий-партнеров, чтобы ребята действительно увидели, какое оно сейчас производство, что у нас есть в республике предприятия, которые конкурируют именно с мировыми лидерами. И поняли, что они могут в дальнейшем построить свою судьбу и карьеру на базе этих предприятий. Отбор среди учеников 8-11 классов проходил во всех муниципалитетах республики. В ближайшее время подведут итоги и выберут 300 лучших. Они станут участниками смены. Умение оказать первую помощь – это очень важный навык, обладая которым в экстренной ситуации можно сохранить чью-то жизнь. Важные уроки спасения пострадавших стали проводить в школах. Один из них состоялся в Чебоксарской средней школе номер 10. Значит, ты стал свидетелем какой-то чрезвычайной ситуации. Есть пострадавший у нас, да? Вот вы должны что оценить? Шаг за шагом каждый момент, каждое действие должно быть быстрым и выверенным. Только соблюдение трех алгоритмов даст положительный результат. Под руководством опытного специалиста ученики подкрепляли теорию практикой. Она, как оказалось, сложнее. Как мне объяснили, что надо вначале сделать массаж сердца 30 раз, а потом это искусственное дыхание. И с этого момента стало уже полегче. Следить за дыханием, определить пульс, уметь делать перевязку или искусственное дыхание – эти навыки необходимы каждому. Ведь никогда не знаешь, кому и когда эта помощь может понадобиться. И от того, насколько оперативным и грамотным будет первое решение, зависит жизнь человека. Порой на это есть считанные минуты. Если человек не знает алгоритм действий, ему будет просто тяжело справиться с этой ситуацией. Теория без практики бесполезна. Можно ежегодно посещать какие-то семинарские занятия. Если у вас нет практики хотя бы на манекене, то в жизни это будет повторить очень тяжело. Для этого и существует наша школа медицины «Катастроф», где мы, в общем-то, проводим вот эти теоретические и практические занятия со слушателями. Манекен оказался удобным наглядным пособием, на котором ребята отработали последовательность действий, технику. Теперь, говорят они, полученные советы и инструкции не позволят им растеряться в чрезвычайной ситуации. Я узнала, как проводить первую медицинскую помощь. Получается, мы рассматривали пульс, дыхание и давление. На самом деле, если бы такая ситуация случилась, я бы позвонила в первую очередь в скорую помощь. Я буду следить за пострадавшим. Получается, буду ему помогать. Узнал то, что у нас есть главный магистраль, сонная артерия. Благодаря этому уроку я смогу оказать первую помощь. Знал бы, где упасть, соломки подстелил бы. Такие важные уроки, по мнению специалистов, должны проводиться регулярно во всех образовательных учреждениях. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. В Чувашии, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются заморозки. Так что высока вероятность раннего начала отопительного сезона. Но не для всех. Жители столичного микрорайона Байконур накануне холодов могут остаться без тепла. Причина – неисправная система теплоснабжения и долги. На еженедельной планерке глава Республики Михаил Игнатьев поручил взять этот вопрос под особый контроль. Эти дома могут остаться без тепла. Подготовка к отопительному сезону явно затянулась. Жители микрорайона волнуются, как бы им не остаться у разбитого корыта. Вернее, у холодной батареи. В курсе ситуации администрация столицы Московского района и даже прокуратуры. Еженедельно выезжаем сюда на территорию, обследуем, проговариваем план работы. Вышел из строя один котел. Только после активных переговоров включились до того, чтобы этот котел отремонтировать. Руководители компании Байконур сервис Тихонов Валерий Петрович считают, что относятся безответственно к этому вопросу. Не приезжает город Чебосар, находится не в пределах города. Данный вопрос неоднократно рассматривался с участием и прокурора района, и иных служб, имеет и финансовую задолженность, и ресурсоснабжающими организациями. Дома в микрорайоне Байконур обслуживает организация Байконур сервис. Между жителями и управляющей компанией в последнее время возникло непонимание. Люди недоумевают, откуда у них долги. Услуги они оплачивают, а вот средства ресурсоснабжающим организациям не доходят. По этому вопросу жители дома обращались за помощью в разные инстанции еще в 2018 году. У микрорайона Байконур образовались большие долги за газ. На сегодняшний день, по данным мэрии, долг составляет около 1 миллиона рублей. Судя по всему, управляющая компания просто не оплачивает потребленные ресурсы. Самая основная проблема по данной организации на сегодняшний день – это наличие задолженности перед ресурсниками. То есть наличие задолженности за природный газ и за электрическую энергию. Но прокуратура района держит на контроле. Данная работа у нас продолжается. Что касается технических неисправностей, то, как нас заверили специалисты, к концу этой недели их устранят. Вышел из строя теплообменник, то есть это где именно происходит пламя газа, то есть это чугунная батарея. Там и вышел из строя батареи вот эти секции, получается, трещины, микротрещины. Сейчас привезли котел, там новый теплообменник, мы его оттуда снимем и установим. Остаться без тепла накануне холодов – не лучшая перспектива. В следующей неделе, по прогнозам синоптиков, и вовсе принесет понижение температур. В том числе и дневных. Наталья Мальчикова, Республика. Общественные организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Чуваши и Самарской области подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Чувашском кадетском корпусе имени Кочетова. Гостям провели экскурсию по учебному заведению, познакомили с особенностями образовательной программы учеников. Основные пункты этого соглашения – это взаимодействие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и ряд других мероприятий, которые связаны с укреплением нравственности, защитой социальных вопросов и ряд других моментов. Мне приятно, когда наши дети стремятся быть защитниками Отечества, нашей Родины. Вот это самое главное, что мы живем для этих молодежи, для наших детей. Еще одно направление в совместной работе – подготовка к 75-летию Великой Победы. Предупреждение, спасение, помощь – девиз урмарских огнеборцев не изменен уже много лет. На базе Шаркистринской общеобразовательной школы прошли мероприятия к 370-летию. Организации пожарной охраны в России и 90-летию со дня создания первого пожарного поста в селе. Основы пожарной безопасности у шаркистринцев, что называется, в крови, передаются из поколения в поколение. Вот уже 90 лет с момента открытия первого поста пожарной охраны в селе дело это крепнет и развивается. Стоит отметить, что действующая часть построена в 2004 году по типу Неме, исключительно на средства сельчан. Сейчас в ведении части находятся две пожарные машины. На помощь всегда готовы прийти и сельчане, имеющие собственную технику. Есть очень хорошая поговорка «легче профилактировать, чем потушить». И поэтому ранняя профилактика дает нам избегать очень многих бед. Гибели людей, а также уничтожения строений и народного хозяйства. Поэтому занятия, которые проводятся, они имеют огромное значение. Воспитание нового поколения огнеборцев – особо важная миссия. Поэтому ежегодно в сентябре в местной школе проводят месячники пожарной безопасности. Учения по эвакуации, тушение искусственно созданных очагов пожара, теоретическое обучение. Юные дружинники проходят самую серьезную подготовку. Мы провели для старших классов практические занятия. Продемонстрировали, как нужно работать с огнетушителем. Действительно, не только взрослые пожарные тушили пожар, но и наши будущие члены дружины юных пожарных. Дружина юных пожарных продолжает добрые традиции. На сегодняшний день 57 уроженцев села стали офицерами пожарной службы. «Я думаю, что каждый должен знать про безопасность для себя же, для окружающих, чтобы не было паники во время каких-либо опасных ситуаций». Без истории нет будущего. Огнеборцы в селе помнят и чтят. В 1985 году по инициативе Ивана Васильевича Крикова, заслуженного учителя Чувашской республики, в школе был организован уникальный музей воинской славы. А в 2015 году увидела свет написанная им книга на линии огня. Встреча завершилась возложением цветов к памятнику пожарным, установленному в 2016 году по инициативе сельчан на территории сельской администрации. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Республика. Пришел покататься на аттракционах и попал в «Экодвор». Так называется акция Чувашского отделения «Экологическое движение ЭКО». Почти каждые выходные волонтеры учат посетителей городских парков сортировать мусор и рассказывают о его переработке. Пятиклассники 12-й школы из «Экокоманды Ремес» разбираются в вопросах экологии лучше многих взрослых. Они главные помощники праздника «Экодвор». Проводят игры, викторины, раскрывают людям секреты упаковок. Такой треугольник знак «Рейсайлинг» с широкими полосками. Вот, например, видите на упаковке здесь? Если вы встретите такой знак, это означает то, что уже эта упаковка переработана и сделана из какого-то пластика. А этот треугольник с неширокими полосками означает то, что этот предмет, этот материал можно еще раз отправить на переработку. В «Экодворе» установлены контейнеры для вторсырья. Сюда можно приносить макулатуру, батарейки и добрые крышечки. «Собирая крышечки, сдавая их на переработку, вы делаете два добрых дела. Помогаете нашей планете, очищаете ее от мусора и помогаете деткам, которые проблемы с движением. То есть с 2016 года, с которого существует проект, уже собрано 147 тонн крышечек. И на эти деньги куплена уже 21 единица реабилитационной техники для детей-инвалидов». В «Экодворе» собираются все, кто неравнодушен к природе. «Экодвор – это общероссийский экологический праздник, который проходит уже более чем в 70 городах России. Основная идея его заключается в том, чтобы мы и взрослые, и дети научились обращаться с отходами. Чтобы мы научились понимать, какие виды отходов у нас можно сдавать, какие из них сортируются, а какие, к сожалению, пока еще не перерабатываются. «Существует семь маркировок. Это самые распространенные виды пластика от одного до семи. Тройка в России у нас, к сожалению, не перерабатывается. Это не очень хорошо. Это все пойдет на полигон. С полигона это все будет тысячелетиями, столетиями разлагаться. Все это сложение выходит в нашу воду. А мы людям тратим деньги, чтобы фильтровать и очищать воду, хотя сами ее загрязняем». Если так рассуждать будут все дети, за будущее планеты беспокоиться не придется. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. Таким стал этот вторник, 17 сентября. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин